На днях Подмосковье состоялся пленум Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации по вопросам региональной политики, а также инициативе правительства Российской Федерации о повышении нормативного пенсионного возраста. Это сегодня будет тема моего выступления по социально-экономическим вопросам от фракции КПРФ. За последние 15 лет регионы от Федерального центра получили несколько сот новых полномочий в различных законодательных актах, которые, по сути дела, финансово не обеспечены. К большому сожалению, мнение регионов никто не спрашивал и, как водится в Государственной Думе, когда в первом чтении рассматриваем теле иные законодательные инициативы, рассылаем в регионы, регионы одобряют. Во втором чтении вносятся концептуальные поправки, меняющие уже законодательную инициативу и затрагивающие бюджеты регионов. Мнение регионов здесь уже никто не учитывает. И тяжкое бремя финансовых расходов ложится именно на региональный бюджет Российской Федерации. За последние несколько лет, вы знаете, растет долг регионов перед государством. На 1 января текущего года он составил 2 триллиона 315 миллиардов 400 миллионов рублей. И за 10 лет он увеличился в 10 раз. В бюджете, если смотреть регионов, большая часть предусмотрена на социальные нужды, это 50-60 процентов. На зарплату, в том числе выполнение майских указов президента, на поддержание социальной сферы. И совершенно не остается средств на инвестицию в экономики. Это основное. Рабочие места, создание предприятий и прочее, прочее. В связи с этим у региона возникает ряд сложностей перед своими гражданами. Ярким примером является обеспечение детей-сирот необходимым жильем в соответствии с законом о детях-сиротах и оставшихся без попечения родителей. Это региональные вопросы. По данным Министерства образования Российской Федерации, на 1 января текущего года без квартирных детей-сирот в России 258 тысяч. Просроченная задолженность, кому государство должно в среднем, если брать возраст ожидания, точнее срок ожидания 10-15 лет, 166 тысяч человек. Мы знаем, что в некоторых регионах уже проходили акции, в том числе голодовки детей-сирот, с требованием к региональным властям выделить им положенные квартиры. Также очень серьезно обстоит проблема в так называемых регионах со сложными климатическими условиями, которыми относятся крайний север и регионы Дальнего Востока, в соответствии с которым они обязаны возмещать расходы своим жителям во время проведения отпуска, дорожные расходы. В прошлом году был затрачен их бюджет порядка около 10 миллиардов рублей. С 1 января вступило постановление Конституционного суда, которое обязывает региональной власти нам род начислять дальневосточный коэффициент, а также все необходимые надбавки. Это также региональная проблема. Плюс с 1 мая регионы очень сильно, страдая бюджет регионов, сильно от повышения, точнее приравнивания минимальной размера оплаты труда к прожиточному минимуму. Да, это благо для наших граждан, но финансово данный законопроект, данный закон не был обеспечен, и регионы просто не знают, где брать средства на данную реализацию. В некоторых регионах понижают прожиточный минимум пенсионера, тем самым меньше средств тратят из своих регионов, бюджет регионов на данную инициативу. Нельзя обойти вопрос и повышения пенсионного возраста. Особенно больно ударят данные инициативы правительства по регионам, относящиеся к Крайнему Северу и Дальнему Востоку. По инициативе правительства предлагают, чтобы женщины уходили в возрасте 58 лет, а мужчины, проживающие в данных территориях, 55 лет. Вот сейчас в законодательных собраниях проходит обсуждение, и достаточно много критики именно данному проекту идет со стороны представителей партии «Единая Россия» именно по вопросу увеличения пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера. Если брать для жителей других регионов Дальнего Востока, то планка в 63-65 лет, она приводит к тому, что по статистическим данным, просто многие мужчины, живущие на Дальнем Востоке, не доживут до предлагаемой правительством планки в 65 лет. Чем люди, живущие на Дальнем Востоке, прежде всего отзываются на проблемы, которые у них есть? Тем, что уезжают с Дальнего Востока. Вот порядка 17 тысяч жителей Дальнего Востока покинуло данную территорию в прошлом году. Есть предложение, во-первых, провести полную инвентаризацию законодательства Российской Федерации в плане помощи регионов, в том числе социальной поддержки регионов. И второе, нужно взять большую часть социальных затрат региональных бюджетов на федеральный уровень. Тем самым мы позволим регионам инвестировать деньги, которые они собирают на своих территориях, в экономику, что и создаст благоприятные условия для проживания на территории Дальнего Востока. На этой неделе в Государственной Думе рассматривается целый пакет законопроектов, которые касаются изменения налогов. По сути, можно говорить о том, что реализуется полномасштабная налоговая реформа. Это и повышение ставки НДС, и так называемый налоговый маневр, который мы будем рассматривать сегодня, и введение нового налога, налога на добавленный доход. И с этим есть два важных вопроса. Какая цель у этой реформы и кто за нее заплатит? И, к сожалению, мы не слышим от правительства ответы на эти вопросы. Если говорить о цели, то, с одной стороны, правительство утверждает, что целью является повышение доходной базы бюджета, с другой стороны, говорит о том, что целью является рост экономики. Но многочисленные эксперты утверждают, что реализуемыми мерами роста экономики достигнута не будет. И получается, что все-таки основной целью является рост доходной части бюджета. И в связи с этим остается актуальный вопрос, кто за это заплатит. И, по нашему мнению, к сожалению, это будут граждане. Например, в случае с НДС повышение ставки оплатят все граждане страны, потому что этот налог целиком ложится на издержки, на затраты и уходит в цену продукции, которую в конечном счете оплачивают все люди. В отличие, например, от налога на прибыль, который изымается уже из доходности предприятия. И поэтому нас не убеждают аргументы о том, что бизнес разделит затраты, связанные с увеличением ставки с населением, потому что это противоречит самой сути налога. По нашему мнению, причина, по которой правительство идет именно по этому пути, в том, что в случае с другими налогами оно сталкивается с сопротивлением многочисленных лоббистов. Практически у каждого налога есть свои лоббисты. Например, у налога на прибыль это крупные предприятия, у земельного налога крупные землевладельцы, у налога на добычу полезных ископаемых это газы и нефтедобывающие компании. И, безусловно, они не заинтересованы в том, чтобы налогообложение в их сфере изменялось в худшую сторону. И поэтому правительство вынуждено при принятии решения о пополнении бюджета искать способы, которые не затрагивают интересы этих групп влияния. НДС, допустим, все-таки, по нашему мнению, не имеет узких групп, которые заинтересованы в снижении ставки налога, потому что бизнес в любом случае переложит на плечи простых людей. А простых людей, к сожалению, правительство у нас слышит не всегда. Мы не согласны с такой политикой и считаем, что нужно изменить приоритеты в данном вопросе. Во-первых, целью любых изменений должно быть повышение уровня благосостояния людей и реальный рост экономики. Во-вторых, заплатить за это должны те, кто получает сфердоходы. Например, сырьевые экспортеры. И в данном контексте уместно говорить об отмене многочисленных льгот и схем по возврату НДС. Или сверхбогатые граждане через такой инструмент, как повышение проведения прогрессивной шкалы НДФР. Но в любом случае есть способы повышения доходной части бюджета, которые не ухудшают положение людей. И в частности, наша фракция предлагает целый пакет мер, которые позволят увеличить доходную часть бюджета существующих 16 триллионов до 25 триллионов, что позволит решить большую часть задач, которые сейчас стоят перед государством.